Да, я не переживаю. Ты уже снимаешь? Ну, я включила. Ты отключила? Укусит за ногу. Всем привет, всем привет. Вы снова на моем канале Ченка Фэмили Фуд. Сегодня с вами я, Аяна и Катя. Вы просили, мы это сделали. Здесь еще, я не знаю, видно эти ушки и рулетки. Эти прекрасные собачки, которые тоже хочут эти роллы. Мы будем отвечать на ваши вопросы. Если Катя ответит у меня, я буду отвечать у нее. Видео, ссылку я оставлю в описании, переходите. Так, поехали. Мы ждали их очень. Сколько они везли? Час. Мы ждали их час, и сейчас мы все это тут расставляли, готовили. Просто так, чтобы когда это... Когда не надо, они привозят очень быстро. Да, да, да. У нас еще ребенок спит на улице, поэтому нам надо тут... Мы в тайминге. Ну что, пробуем? Это какие? Ох, я заказала... Ну какой-то угр с чем-то. Давай, хочешь я тоже кого-нибудь возьму? Надеюсь, и покажут. Два. О, вот. Так, совы, совы, совы. Главное, я без совки. Не, не принципиально. Так, ну что, вопросики? Разные были вопросики. Ребят, спасибо большое за активность. Вкус. Вкус. Чарли, знаешь, мои подписчики хотят, чтобы я Чарлика закрыла куда-нибудь в комнату, подальше, чтобы не мешал снимать. Он уже будет гавкать. Да, и скрестись, я думаю, будет вообще обижаться, и потому что мне написано тут со злостью. Мне кажется, это люди пишут, о которых нет, о домашних животных. Это что-то, и мигает то, что как бы он тут, типа, да. Так, задаю вопрос Кате. Как думаешь, будете ли вы готовы ко второму ребенку? Это задает Алена Аленушка. Что-то мы, кстати, не сказали. Ну ладно. Ну мы вставим вас. Алена Аленушка, я думаю, что в принципе да, чего нет. Я люблю детей вообще, я с детьми работала долгое время, я работала в обе-клубе, в таком вот месте, где, типа, знаете, развивашка для детей. Я там работала два с половиной года, девчонки. И, ну вот именно с малышами от шести месяцев до семи лет дети там были. Вот, поэтому в принципе да, детьми прикольно. Да, готово. Ммм, там еще был, ну-ка, ну-ка. Дорого ли жить в Москве? Хватит ли на месяц 100 тысяч для одной? Спасибо. Если снимать очень дешевую квартиру где-нибудь заму, ну, короче, если снимать дешевое жилье, в принципе, может хватить. Но для жизни, ну, просто чтобы жить, вот кушать, ходить на работу и никуда особо не ходить, ни по кафе, ну, может быть раз в месяц там с подружками в какой-нибудь. Да, 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 вот так, да, хватит. А чтобы именно вот жить, как вот хотелось бы жить, нет, не хватит. Здесь 250 надо, мне кажется, чтобы нормально жить. Ну, мне кажется, да, в зависимости, с каким условием вы приезжаете. Можно комнату снимать, ну, мне кажется, меньше 10 тысяч где-нибудь зонкадом комнату даже, наверное, не снимать, да? Кажется, 15, ну, чтобы было нормально, но тоже комнату тяжело снимать. Да, вообще, когда у меня подружка снимала, и там, знаешь, типа, мужик, пьяница какой-то там приводит, и ты... А сначала вроде все милые люди, а вот как так жить, там, у кого-то, кто будет приводить? Ну, опасно. Ну, в общем, квартиры все дорогие. Половинницы этой суммы 100 тысяч ты будешь отдавать на квартиру, а остальная половина на продукты. Ну, это если с кем-то, и то, смотря какой возраст. Ну, да. Ну, я думаю, наверное, это молодая девочка пишет. Ну, можно, но не на широкую ногу. Можно. 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 Люди живут же как-то. И на 20 тысяч ты живут. Если муж не захочет второго ребенка, это мисси-киси, ты смиришься или разведешься, или уведешься. Я ее научу. Преусловие, что ты очень хочешь в этом весь смысл жизни. Прикинь, в этом весь смысл жизни. Ну, если прямо уж я очень хочу, а он не хочет, я пойду на хитрость девчонки. Орожаться всех. Я там что-нибудь проколю там, как-нибудь съедрюсь, скажу, ну, а что, ну, вот так, а как бы вот так бывает. Женскую надо проявить эту мудрость, девчонки. Не надо прям вот уходить, вот это вот. Если тебя во всем твой муж устраивает, просто он не хочет детей, ну, это же все случайно может случиться. Как это все? Нравится, не нравится. А потом ваш муж от вас ушел, и мы от нас тумя детьми. Ушел проявил хитрость. Потом муж провел хитрость. Да, поэтому разводиться бы я не стала, я не знаю. Или мы так ссорились на эту тему, сложно. Это вообще такой вопрос, если, знаете, во вселенной только есть эти проблемы. Вообще у семьи много разных проблем. Мне кажется, что зависит от мужа, да, например. Типа, когда адекватно, ты понимаешь, там, по финансам, если бы тянете, по здоровью, ну, что-нибудь такое. А если все нормально, вы тянете, он просто не хочет. А потом от него кто-то другая родила, и он не против. Вот такие бывают ситуации. Не, 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 надо как бы, если хочешь, надо делать. И никого не слушать. Но если он реально, как бы, безработный и не хочет, то ты должна тут понимать, что не надо, не надо лучше. Мне страшнее, когда он безработный и хочет пять детей. Мне кажется, так обычно чаще тебя бывает. Чем прежде к мальке? Мы просто всегда удивляюсь, кто, когда рожают, по, ну, третьей, четвертой, и живутся к водушке, да? Да, да. Я вот сюда поражаюсь на людей. Ну, это такая беззаботность, детскость, мне кажется. Ну, говорят, что эти люди проще относятся к этому. Они даже не думают об этом. Жесть. Ну, хорошо. Сейчас поражу. Что почувствовала? Вопрос от Анастасия Гладкова. 83-47. Тебе привет. Мы что-то не вообще туда, ну, если мы первый раз не подготовлены. Надо, вообще, ну, надо вместе поработать, знаете, уже, и потом мы это. Потому что мы первый раз снимаем. И все-таки переживаем, я переживаю немножко. Какие-то у нас будут сбои. Мы потом посмотрим, и поймем, что мы там не учли. Так, что почувствовала, когда узнала о беременности? Радость. Мы ждали вообще. Мы специально делали. Ну, вот она спрашивает, типа, вы планировали? Планировать, да. Мы прям планировали. И, знаете, я такая уже, ну, вот, все там проверяла, проверяла, проверяла. И как сумасшедшая мне вот хотелось уже увидеть. Ну, я увидела, когда была радость. Ну, знаете, такого не было, что, о, боже мой, ничего себе. Было такое, о, прикольно получилось. Ну, тебе хорошо сделали. Да, класс. Коллега, спасибо. Хорошо сработали. Да, не было какого-то такого вау. Было просто радостное, что получилось. Вообще беременность была спокойна, потому что это опять не было шоком. Я готовилась, читала. Ну, короче говоря, все нормально, когда ты в нормальном состоянии эмоциональном, когда у тебя нет никаких качелей, ну, все окей было. Так что, девчонки, все. Мы тоже так желаем. Тоже, да, так? Ну, мы планировали, но я не думала, что я забеременею так быстро. Просто быстро забеременела. Я думала, минимум полгода. И я думала, я, наверное, буду лечить. Я не знаю, почему, как бы, голову вот этим. Мы все. Я думала, вдруг я бесплодна. Да. По-любому надо будет что-то лечить там, что-нибудь там провериться. Но в итоге я сразу забеременела такой. Я даже расстроилась, что как-то. Я не готова так быстро. Я-то планировала. Так. Ну, да, я тоже быстро. Жена еще. У тебя там блок стоит? Так. Кто ты по специальности? Я по специальности психолог. Социальная психология. Я работала долгое время. Я работала, ну, мало того, что была педагогом, а потом я работала HR-ом. Подбирала персонал. Вовсе. Ну, вот кто-то по специальности, наверное, ты ответил. Ну, да. Мендер по подбору персонала, наверное, больше сейчас. Вот каково теперь? Бангер. Тебе в декрете. А я не декрете. Она не в декрете. Нет, я вообще видео снимаю, ребят, по декрету. Тут на самом деле со съемкой... Ой, прекрати. Со съемкой видео некуда скучать. Я сейчас не выкладываю через день. Ребят, ну, правда, я уже под конец вечера никакая. Ну, как в декрете? Я, во-первых, я ушла где-то за полгода, за год до беременности. То есть я решила... Я все это время работала, работала прям, ну, типа, лет, наверное, 6, даже без перерывов, ну, времени подумать. То есть я уходила из одного места, там, в пятницу, а в следующий понедельник выходила в новое место. И вот так вот я работала бесконечно. Ну, естественно, были отпуска, но не было времени, чтобы просто посидеть, покайфовать, подумать, что же я хочу. Вот такое. И я решила, что перед беременностью я хочу, ну, чуть пожить для себя. И беременность не работать, как сумасшедшая, типа, сидеть в офисе, а там ходить гулять. На памперсу, чтобы заработать, да? На последнюю. Да, да, как у нас девчонки были, она только родила, и она через 2 месяца уже в офисе, ну, типа, чтобы ее не подвинули, чтобы ее не уволили. Мне так не хотелось. Я хотела прочувствовать этот момент. В итоге я всю беременность пролежала на диване, потому что мне было плохо, типа, я спала всю беременность. И, ну, в общем, я вот не работала. Уже, в принципе, я ушла в декрет заранее. И, ну, все. Ну, короче, не работала. Не работала. Короче, никогда не работала. Почему-то вот думают, что те, кто снимает видео, да, знаешь, но мы вообще, знаете, не знаем. Что такое работа? Да, вот мы тебя начали. Бездельники. Сразу снимать, да. Нет, я работала долго. И я снимала, когда работала. И я не могла снимать. Когда я работала, я снимала, ну, один раз, потому что приходишь в 7 вечера, жутко уставший, просто надо еще поесть, и завтра опять на работу, и там, ну, как бы, какой-то досуг еще провести. А ты просто уставший. Я, знаешь, помню, я приходила с работы, и, типа, в одежде ложилась на диван, засыпала, потому что я просто, ну, типа, иногда я так вставала, что плакала. Ну, короче, там реально на работе-то используют людей по полной. И я еще снимаю. Я тоже удивляюсь. Это, что ты с ребенком снимаешь видео, да? Снимаю, да. Ну, потому что она вот ползает, я снимаю. Ну, мне хочется, для меня это как подпитка. Все-таки, когда я бездельничаю, а вот в беременности я прям бездельничала, даже снимать не хотела. У меня такая какая-то пустота, ну, ничего не хочется. Ну, твой организм создавал нового человека, а я бездельничаю. Да, я лежала как-то. Сейчас, в принципе, в декрете тоже бездельничаю. Уже вот, бездельничаю. Да, да, все. И видео снимать очень легко, это прям отдых. Что, как мы сейчас настраивали? Да, да. Вопрос для Кати от Лидия Бадмаева. Надеюсь, правильно прочитала. Так, привет, вопросы для коллак-видео. Чем вы похожи с Яной как мулбангер? Чем мы похожи? Ну, предпочтение. Мне кажется, мы едим суши, Рула. Ну, его тоже обожаю. Да, ну, и с аппетитом мы едим. Да. Знаешь, мы едим и много на самом деле едим, когда мы снимаем мулбанг. Нет такого, что мы сидим и такие, а мы как-то, во-первых, динамично едим, и много едим, в принципе. Я вот этого не понимаю, когда пишут, «Расскажите, прожуйте, а потом расскажите, это сколько мы часы?» Ой, вы чапкаете с набитым ртом. Извините, да. Вы что хотели? С кем из зарубежных мулбангеров мужчин вы бы хотели снять мулбанг? Не знаю, я вообще мулбанг еще не смотрю. Нет, зарубежные. Смотрю, редко. Девочки, у меня есть такие девочки, они в Таиланде живут. САС, АСМР, по-моему, она называется. Кто, наверное, в теме знает, такая азиаточка, она все время у нее аккуратный такой столик. Ну, они едят всякие морепродукты, я бы с ними хотела. А так, не знаю, ни с кем. Как кухня мира самая популярная среди мулбангеров? Японская. Ну, мне кажется, роллы и пицца. Да. Это самое... Слушай, нет, американская, эти крылышки, в принципе, тоже любят люди снимать. Такой фритюр, вот это здесь трэш. Но мне нравятся вот американцы, ну, не знаю, американцы, вот когда они вот это краба, вот эти вот, знаешь, соусы. Они такие черные, черные женщины, они такие, ммм, смакуют пальцем, они такие пляжки, да. Мне очень, да, такое тоже нравится. У них еще эти ногти нарушены, ой, нарушены, наклеены. Типсы вот эти вот. Да, да, да. Класс, это тоже такой файл, да, мне тоже нравится. Какая бы, если была бы премия для мукбангеров, для мукбангеров, то какая... Вот здесь сказали, мне могут два слова сказать, прочитать. Итак, если была премия для мукбангеров, то какой была бы, на ваш взгляд, лучшая награда? Лучшая награда? Не знаю. Ну, просмотр. За что, типа, имеется в виду, да, за что? Не знаю. За лучшую чавканье. Снимала мукбанг и не потолстела за время мукбангов. Умирала. И не умерла. Как слышала, умерла. Да. Она реально живала. Ну, это, мне кажется, это когда очень много. Все-таки, ну, если снимать ежедневный, прямо жрать-жрать, мы все-таки, ну, мне кажется, мы так не едим абсолютно. Ну, прямо так много, знаешь, прям не устраивает соревнования по этому, поеданию. Ну, мне кажется, что вот наши, вот как раз-таки, российские вот эти сундешные мукбанги, они более здоровые. Да. Потому что китайцы-корейцы, там уже много разоблачений, что они реально выплевывают, как вы мне написали, она не глотает. Я глотаю. Хочешь признать сейчас? У меня было такое, что я выплевывала и монтировала, когда шоколад ела. Ага. Я просто, ну, это было давно, я снимала, может кто-то видел, когда много шоколадок, ну, много, представь, шоколадок, я хотела, ну, как бы, чтобы было эффектно. А там в моменте уже язык горит от сладкого, потому что, как бы, ну, как бы, я сколько-то съела, типа, знаешь, там, три сникерса, ну, грубо говоря, какой-то объем я съела, а потом я понимаю, что я еще половину даже не попробовала, что я тут вывалила, и я просто выплевывала. Вот такие секреты. Сенсация. Сейчас на всех из всех паблигах обман русских лоббангеров, они не едят шоколадки. Ну, представьте, я вот целый, ну, у меня уже, а потом просто рот полоскал, у меня язык горел с шоколадкой. Я просто, я всегда говорю, типа, я наелась. Яна, ну, ты молодец. Ну, я не, она искренняя. Как бы, да. Единственное, я вот делала ролики, вот, где я всякую ерунду, ну, я-то в тик-токе я делала. А, когда с хвостом? А, нет? Не знаю. Ну, ладно, ну, да, 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 да. Ну, да, да, да. Когда вот, типа, тот. А, типа, там, чеснок, лук, леп, там, шоколад. сочетание за раз. Конечно, да, я это не ела, я выплевывала, ну, с немало дончик. А вот эти вот нарезки от мухбанков, которые я делаю, они думают, что это я просто выплевывала. Ну, думаю, борщ, вот я ем борщ, они даже на борща пишут, типа, она выплевывает. Ну, как борщ, ну, мне кажется, это просто, чтобы прикопаться, вот к чему там. Ну, вот российские, ну, вот СНДшные, мы едим нормально, то есть мы не вызываем кого-то пищевое расстройство у людей и любовь, менее, да. Ролл, конечно, роллами, но обычно еду, вот я, допустим, вчера я там селедку. Ну, я поел, как поела. Ну, все. Так. Жака Жеронима. Жеронима? Ага. Небажно. Да, это... Подожди, это же на твоем канале будет? Жака? Ну, тут люди не поймут, потом сказать, нефига она сказала, неважно. Жака. Ну, я не знаю, Жака. Чтобы прикол понять, два видео смотрите. Так, тут очень много вопросов, но мы выберем один. Да. Знаешь, какой я тебе задавал? Если, раз мы о родителях говорили, есть ли у тебя сильные обиды на родителей? Ну, вот, да, в плане... Вот был же развод, и получается, ну, как бы немножко есть, наверное. Два года. И представь... А, ты помнишь? Я помню тот момент, вот, из детства, я прям маленькая, ну, может быть, у меня около трех было, типа, мама рвет фотографии, плачет, рвет фотографии свадебную. Ну, ты, получается, все время проживала, как в разводе. Да. И я и подбегаю, говорю, мамочка, не рви ты, папа, не рви ты фотографии. Ну, да, ты вообще не понимала. Не понимала, да. И для меня, ну, в детстве, наверное, ну, как бы, нет, но все равно, может быть, какого, что-то, наверное, есть. Потому что все-таки это... Ну, вот у тебя, дочка, вот, мне кажется, у вас другой развод, даже если вот вы расходитесь, у вас все-таки нормальные отношения, то есть, ну, просто папа живет в другом городе, все, типа, окей, ну, как бы, мы общаемся, а мои прям, ну, прям, у меня был развод, такую драму. Я думаю, на этом фоне у меня, наверное, есть какие-то... И для меня развод тоже, ну, страшно немножко, потому что я, ну, хотела такую семью, всегда, чтобы не было развода. Ну, потому что это реально мне было прям, ну, так, неприятно. Ну, это буквально, да. Ну, у меня было много подруг, у меня даже была подружка, я... Ну, у меня была полная семья. Угу. Как бы... Да, я, считаю, как бы, прожила полную семью. Сливчик. И у меня, в принципе, ну, раз, два, три подружки, они были уже без отцов. Но для меня это было, ну, типа, непонятно. Ну, просто без отцов и без отцов. Да. Или как? Ну, то, что... Ну, как бы, они в таком... У одной подружки я думала, что она говорила, ну, типа, я не понимала, что они, ну, как бы, не живут вместе. И я помню, мы играли в раке, в бомбинтон, или что, было раньше. И она, короче, порвала мою ракетку. И я говорю, ну, пусть папа этого починит. И вот это именно был тот момент, что я поняла, что бывают дети, которые растут без отцов. Она говорит, у меня нет папы. Ну, он как бы есть, но она говорит, ну, он не может, как бы, починить, потому что он с нами не живет. И вот тогда я, типа, осознала, что она жила с мамой и с дедушкой. И вот тогда дошло в первый раз, что есть такие. Да, что, типа, можно вообще жить без отцов. А я, типа, ну, как это? Где это, как бы, окей? Типа, что-то починить, а кому обратить? Ну, естественно, ну, для меня это было вот сломало, кому кто починит? Ну, папа починит. Ну, это сейчас можно? Можно сейчас? Нет, чтобы... На любое, не только гвоздик приби, да? Опять о своем. Девчонки, вы посмотрите. Сидит. Все, ей мало. Ой, класс. Слушай, ну, мне кажется, мукбанг получился хороший. Да. Мы наелись. Даже с Чарли, да? Да, принял. Да. Хотя Чарли у нас такой волк. Ну, принял. Я, ну. Единственное, да, что я... Две камеры у нас стоит, я постоянно смотрю... На себя вот туда, в телевизор? Да. Да. И не сюда, во-первых. И не сюда, а туда. Да, я тоже. И кому вообще вещаю? Вся у себя. Я тоже, да. Я на самом деле, то бывает в твою, смотри, то в свою, но в основном смотрю в телевизор на себя. А, смотрю. Где-то между, да? На самом деле. Да, поэтому про глаза можете не писать. Поэтому мы уже поняли свою ошибку. Да. В следующий раз справим. Да. Но я не могу еще никак исправить. Я все равно по привычке смотрю вот туда. Да? Ну, как бы, вот хочешь, не хочешь, да, ты туда смотришь. Как зеркало. Ну, ребят, всем пока. Все контакты в описании. Подписывайтесь на меня, на Яну и увидимся в следующем видео. Пока!